Здравствуйте, дамы и господа, товарищи Форекс-трейдеры. В этом видео уроке мы поговорим о фундаментальном анализе на рынке Форекс. Так, что же такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые не относятся непосредственно к графикам. А именно, это анализ на основе экономики, экономических новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов, например, цен на нефть, золото, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу. Все, что я собираюсь сказать в этом ролике, это сугубо мое личное мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции, но то, что я собираюсь сказать, это то, как я использую фундаментальный анализ в своей торговле, а то, как я это вижу правильным, и если вы со мной не согласны, это вполне нормально. Начинающие трейдеры, когда только узнают об фундаментальном анализе, как правило, думают, что для того, чтобы использовать его в торговле, нужно быть очень умным, иметь несколько высших образований, причем одно из них обязательно экономическое, читать сотни новостей в день, изучать кучу статистик, высчитывать какие-то коэффициенты, в общем, что-то неподвластное интеллекту среднего человека. Если вы зайдете на сайт с какой-нибудь аналитикой экономической, вы увидите кучу новостей, причем каждый день новых. Вот, экс-премьер Греции призвал греков поддержать требования, BP заплатит властям. США 18 миллиардов за разлив нефти, как это отразится на цене нефти, и которая, в свою очередь, повлияет на стоимость австралийского доллара, российского рубля и других нефтезависимых валют, к примеру, иены. Вот начинающие трейдеры пытаются это что-то как-то вычислить, перевычислить, потом смотрят на графики, а там совершенно какая-то иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам новостей. Ну, естественно, не всегда, но такое бывает. Или, скажем, экономические новости, розничные продажи выросли на 0,2, ожидалось 0,1, индекс деловой активности в секторе услуг. Все это кажется очень сложным и запутанным. Но, однако, на самом деле, главный секрет состоит в том, что фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, подход очень прост. В любой момент времени рынки сосредотачиваются только на одном или двух фундаментальных факторах, которые легко идентифицируются. А именно, об этих факторах будут кричать, орать на каждом углу, причем не какие-то узкоспециализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди, а именно Мэл.ру, например. Или, скажем, ведомости. То есть, для того, чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, мне нужно где-то глубоко копать. Для примера давайте возьмем российский рубль. Факторы, которые на него влияют в данный момент, весьма простые, и о них трубят, кричат в новостях много-много месяцев. На данный момент что это? Это цена нефти. Нефть снижается. Соответственно, доллар-рубль растет. Рубль дешевеет. Второй фактор, их два сейчас влияют на российский рубль по отношению к доллару, это внешняя политика. Вот недавно была новость. Санкции продлили еще на год. А в свою очередь Россия продлила продуктовый эмбарго еще на год. Об этом кричали все новости. И Мэл.ру, и узкоспециализированные порталы. И если вы включите просто первый канал, вам там это же скажут. Кто-то скажет, ну хорошо, с рублем все понятно. А как быть, скажем, с евро-долларом? С евро-долларом тоже все понятно. На данный момент, на момент записи видео, основной фактор, который влияет на доллар. Евро в плане фундамента — это возможный дефолт Греции. Об этом трубят все сайты. И ведомости, и какой-нибудь РБК, вот заметки аналитиков. Греческий дефолт, Греция из Евросоюза выходит. И Греция, 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 Греция. Причем эти заметки появляются, новостные, не раз в день, и все, и в один день, и больше никогда не появится. Они изо дня в день мусолятся, одна и та же тема, что-то происходит, появляется какая-то новая заметка, кто-то что-то ляпнул. Но основная тема постоянно сквозит одна и та же. Не нужно быть каким-то сверхобразованным для того, чтобы увидеть то, что все новости трубят, прогрессию каждый день. И на выходных, на минувших, вот как раз была ситуация. Особенно остро стала эта проблема. Была новость, что паника, опустошают люди банкоматы. В понедельник банки греческие не откроются, и был Греб. Так как было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Ну и был Греб вниз. Это было ожидаемо, этого ждали все, абсолютно. Не было ни одного, наверное, трейдера, который считал бы, что будет Греб вверх. Все ждали Греба вниз, и он был. Что, соответственно, вполне себе логично. А ранее, ранее в новостях, почему мы наблюдаем долгое снижение курса евро-доллар, естественно, не все время он снижается, с периодами роста, но в целом снижение. Почему мы это наблюдаем? Потому что в новостях, опять же, постоянно сквозила тема. Безработица в еврозоне, в еврозоне все плохо, Америка давит, Америка насаждает свое мнение, и в результате, что евро падает, доллар растет. Для того, чтобы это понять, не нужно было что-то высчитывать, какие-то статистики оценивать, какие-то сверхсложные алгоритмы применять. Итак, что мы делаем для того, чтобы разобраться с фундаментальными факторами? Просто заходим на Mail.ru, самые кричащие события про ту же Грецию, про еврозону, США и так далее будут даже на Mail.ru. Заходим на Финам, здесь слева есть столбик новостей, здесь много лишнего, но вы смотрите новости и общие какие-то выводы делаете. Не нужно читать сами новости. Почему? Потому что людей, которые пишут новостные заметки, их обучают, что смысл новости должен быть полностью отражен в заголовке. То есть, прочитав заголовок, человек должен понять суть новости. Поэтому нам читать новости не нужно. Итак, читайте, что, допустим, ОПЕК сократила квоты на добычу нефти, значит, нефть подорожает. Квоты остались на том же уровне, значит, нефть подешевеет, так как ее не стали добывать меньше. Нефть подешевеет, доллар, соответственно, вырастет, рубль, соответственно, упадет. Но это если из нефтезависимых валют. Просто проглядывайте новости, видите что-то непонятное простому человеку, к примеру, индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Ну, для простого человека, который не имеет экономического образования, что это говорит? Да ничего. Вот что-то там сократилось, непонятно что, это мы пролистываем. Нам это, в принципе, не очень интересно. Вот, ищем новости, которые действительно понятны самому простому человеку. Ну, вот, к примеру, дальнейшее укрепление рубля ждать не стоит. ЦБРФ продолжает контролировать валютный рынок. Фитча оценивает Россию, выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохие. Америка накладывает санкции, у нас инфляция увеличилась и так далее. Тут, как говорится, и дураку понятно. Соответственно, курс доллара растет, рубля падает. Пару раз в день зашли на новостные сайты, просмотрели самые громкие заголовки, видим, что у Греции по-прежнему все плохо. ну, значит, по-прежнему фактор Греции будет влиять. Как только новости забывают о некотором факторе, да, как бы с той же Греции, допустим, сейчас, скорее всего, продлят какой-нибудь кредит или выделят новый, все успокоится, этот фактор перестанет влиять. Соответственно, они трубят журналисты, забываем им мы. То есть, ведем себя как обычный обыватель, не слишком сведущий в экономике. Вот таким образом мы производим фундаментальный анализ. Однако, главная ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывают действия других трейдеров, учитывают то, что происходит на графике. Ну, скажем, минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили просто о том, что банки не откроются в понедельник. Ну, и, соответственно, тут было все понятно самому простому несведущему человеку. Открылся гэпом, а гэпы имеют свойства закрываться. Это уже из технического анализа. Вот гэп закрыли, денег заработали на тех, кто смотрит только фундамент, и пошли дальше вниз, как говорится, продолжать старый тренд. Так как в еврозоне по-прежнему все плохо, еще и Греция, Америка опять что-то там, какие-то воинственные действия совершает и по отношению к России и к другим. В общем-то все понятно, отработали технику и продолжили тренд. Поэтому если график движется в одном направлении, а фундаментальный анализ говорит о другом, это вполне нормально. Мы помним о фундаменте, помним об общем фоне и скажем, если весь фундамент противоречит тому, чтобы пара доллар-рубль падала, мы можем открывать короткие позиции, но долго их не держим. Потому что мы помним вот эти вот самые кричащие новости, которыми нас уже практически год пичкают в данном случае по рублю. то же самое с евро-долларом, то же самое с иеной, да, смотрим новости по Японии, смотрим нефть, как недавно я рассказывал в обзоре по доллару-иене, о том, как торговать это влюбленной парой, и эта пара зависит в том числе и от нефти. То есть мы смотрим на технику, но помним про фундамент. Причем фундамент оцениваем просто по заголовкам самых кричащих, самых повторяющихся везде новостей. То есть смотрим на фундаментальные факторы, о которых знают все, знает любой человек, который просто проверяет новости пару раз в день. Вот и все. Далее экономический календарь, каждый день выходят какие-либо статистики, производятся заседания, речи политиков и так далее. К примеру, сейчас индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в секторе услуг, опять же, розничные продажи и так далее. данные новости можно посмотреть на кучу сайтов и на Forex Factory и вот на FX Street на русском, к примеру. О них не нужно думать, не нужно что-то там высчитывать, предполагать и так далее. Новости мы либо исключаем из своей торговли, то есть не торгуем полчаса до, полчаса после, либо торгуем по техническому анализу, но это не тема данного урока. Если расценивать как фундамент, то тут опять же все довольно-таки просто. Смотрим предыдущее значение, прогноз и фактическое значение, которое появляется после выхода новости. Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если фактическое значение лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если примерно такое же, как и ожидалось, то рынок на это отреагирует примерно никак. Причем обращаем внимание только на самые важные новости, которые отмечены тремя значками важности. На разных сайтах они по-разному выглядят, но обычно их три значка важности самой высокой степени важности. На них мы обращаем внимание, на все остальные новости внимания не обращаем. Вот и все. Скажу вам честно, я на вот эти прогнозы, лучше прогнозы, хуже прогнозы, внимания не обращают, так цена вполне себе может идти и против, казалось бы, логики. В любой момент времени на рынке есть линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена в том числе и фундаментом. Линия наименьшего сопротивления это некая воображаемая линия, против которой цене идти тяжелее, чем в ее сторону. Но на данный момент по евро-доллару эта линия явно направлена вниз. Можно назвать эту линию глобальным трендом. Да, и цене сейчас проще падать, чем расти. Вот и все. И что это означает для нас? Если новости какие-то слегка позитивные, совсем слегка, то цене легче остаться на одном месте или падать, чем расти. То есть для того, чтобы поднять цену, если общий тренд вниз линия наименьшего сопротивления проходит сверху, то цене нужно больше усилия для того, чтобы подняться, нежели чем упасть. И наоборот, если общая линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то есть общий тренд вверх, цене легче расти, как в случае с долларом рублем. В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал, а для того, чтобы продолжился рост пары доллар-рубль достаточно, скажем так, не очень сильного негатива, но постоянного. Поэтому, поэтому, если общий тренд вниз, он долго очень продолжается, то даже если вышла какая-то новость чуть лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции. А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то, скорее всего, тренд продолжится. Подводим итоги. Для того, чтобы учитывать фундаментальный анализ торговли, не нужно быть каким-то сверхобразованным, обращаем внимание на то, что каждый день мусолится в новостях, причем на самых обычных не узкоспециализированных сайтах. То, о чем говорят и знают все. Эти факторы, как правило, и влияют больше всего. На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности, что отмечается, на новостных сайтах, либо во время выхода новостей за полчаса до полчаса после вообще не торгуем, либо торгуем по теханализу, но это не тема данного урока. Если фактическое значение статистики лучше прогноза это хорошо для валюты, если это значение ниже прогноза, то это плохо для валюты. Валюта указывается на сайтах с экономическим календарем. однако, однако, цена вовсе не обязана этому следовать, и если в наличии сильный тренд вниз, а данные позитивные, то вряд ли это изменит ситуацию. Цена наверняка продолжит снижение, потому что ей это просто делать легче, так как основная масса все-таки следует за большим трендом. Итак, мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем действия других трейдеров, учитываем технический анализ. И наоборот, при работе по техническому анализу помним о фундаментальных факторах. Скажем, если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, в еврозоне все плохо, Америка продолжает давление на другие страны, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по евро-доллару нет. Это вполне себе логично и понятно самому простому обывателю. Помним эти простые правила, которые я перечислил и желаю вам удачи в вашем трейдинге. С вами был Павел, специально для слайта tradelikeapro.ru До свидания.